Доброе утро! Мы с вами начинаем встречу компенсирующую пару, которая у нас пропала, по-моему, две недели назад. Значит, прежде всего, как всегда, технические моменты. Все ли у нас в порядке со звуком и с качеством изображения? Ага, Анастасия, вижу, спасибо. Хорошо. Значит, и... Ага, Никита, вижу, отлично, спасибо большое. Значит, соответственно, это первый момент. Значит, момент второй. У нас с вами в прошлый раз был разговор по поводу метода резолюции. Значит, мы с вами сформулировали понятие выводимости для набора гулевых функций, ну и обсудили, каким образом можно доказать или опровергнуть с точки зрения логики высказываний то, что некоторая гулевая функция оказывается логическим следствием набора некоторых других гулевых функций. Да, при этом существенным моментом было то, что пока мы с вами работаем в терминах логики высказываний, метод резолюции позволяет не только доказать выводимость, но и опровергнуть ее. Ну, я упоминала и еще раз на всякий случай упомяну, что когда мы с вами будем смотреть на аналогичную конструкцию, на метод резолюции в логике предикатов, все будет уже не так элементарно, то есть доказать выводимость при помощи обобщения метода резолюции уже будет возможно, и все еще будет возможно, а вот опровергнуть, к сожалению, уже нет. Ну, об этом речь довольно сильно впереди, не сегодня и даже не завтра, но вот я так хотела бы, чтобы вы себе поставили в этом месте какую-нибудь галочку. Хорошо, хорошо. Коллеги, появились ли у вас какие-нибудь вопросы с нашей предыдущей встречи? Спасибо. Спасибо. Так, ну да, Никита, вижу, Мария, тоже вижу. Хорошо, хорошо. Значит, коллеги, в таком случае сегодня мы с вами еще буквально немножечко поговорим по поводу того, что можно делать с выводными функциями. У нас с вами осталось два необсужденных небольших блока. Это разложение Шаймана и бинарные диаграммы решений. Ну, а после этого, может быть, это произойдет уже даже сегодня, ну, а может быть, все-таки завтра, мы с вами перейдем к исчислению предикатов. Значит, коллеги, тут такой важный момент. Я забыла посмотреть в вашем календарном плане, что у нас с вами с контрольными работами. Соответственно, я уточню этот момент и проинформирую вас. Значит, соответственно, иногда вот по результатам работы с булевыми функциями проводится первая контрольная работа. Иногда это происходит позже, там, когда изучено еще кое-что. Ну, вот мне нужно будет уточнить, как мы с вами работаем в этом следствии. И после этого, соответственно, я вас проинформирую. Естественно, информация о контроле будет у вас не позже, чем за неделю до ее проведения. То есть такого, что мы пишем в контроле завтра, разумеется, не будет. Хорошо. Хорошо. Итак, соответственно, давайте я начну обсуждать с вами то, что должно было быть сегодня. И начнем мы с разложения Шеннона. Коллеги, а я правильно понимаю, что все, кто у меня сейчас присутствуют, это все 73 группа? Вот мне просто интересно, куда потерялось 83-е. Мы должны были... Нет, я из 83-й. Сейчас я напишу ребятам, просто, видимо, все забыли совсем. Нет, на самом деле, Александра, очень может быть, что все пошли в Твич, потому что я в этот раз не написала, что мы в Зуме, а не в Твиче. Наверное, мне стоит написать о том, что, ну вот, по крайней мере, на этой неделе мы еще точно работаем в Зуме. Вот. И, о, кстати, коллеги, это важная вещь, которую я предварительно хотела бы упомянуть. Если вся эта котоваясь будет продолжаться, может быть, мне потребуется ваша помощь в следующем смысле. Надо будет протестировать стриминг на Ютубе, может быть, там будет удобнее. Но, соответственно, начинать сразу с серьезного эфира я бы не очень хотела. Нужно будет провести эфир тестовый. Но вот когда я осознаю, когда я могу попробовать, может быть, если там несколько человек согласится поработать в качестве тестеров, это было бы здорово. Ну, потому что у нас с вами, скажем, проблемы с количественным составом нет. Хотя понятно, что, скажем, чат в Зуме заметно менее удобный, чем, скажем, чат на Твиче. А, ну, вот, когда речь идет, скажем, о лекциях на первом курсе, а там поток 150 человек, это, конечно, совершенно другого типа история. Вот. Ну, хорошо. Хорошо. Тогда, значит, сейчас я потихонечку начну рассказывать про разложение жанра. Вот. Ну, а опоздавшие подтянуты. Значит, на самом деле, не смотря, значит, да, это хвост того, что относится к булевым функциям. Я еще раз повторю, у нас с вами два хвоста. Один хвост вот разложения Шеннона, и второй хвост – это бинарные диаграммы решений. И то, и другое – это еще форматы представления булевых функций, которые в первую очередь заточены на то, чтобы применить в работе с булевыми функциями какие-то техники, которые были сформулированы для каких-то совершенно других целей. В этом смысле совершенно типичный пример полином Жигалкина. Представление в таком формате позволяет применять к булевым функциям весь аппарат, который разработан для полиномов. Ну, вот, соответственно, разложение Шеннона и бинарные диаграммы решений – это тоже шаги в сторону представления и затем применения какой-то теории, которая разработана вообще-то изначально для других целей. На самом деле, разложение Шеннона – это довольно простая штука. Речь о следующем. Давайте мы возьмем какую-нибудь функцию f, булевую функцию, а так переменную. И давайте мы с вами выберем какую-нибудь переменную. Ну, скажем, первую, не умаляя общность. Я выбираю первую переменную. Естественно, эта первая переменная может вести себя как 0, а может как единица. Как и любая булевая функция. Давайте же мы представим нашу функцию f как дизъюнкцию двух слагаемых, которые будут устроены так. f с чертой на что-то там. Я пока не буду посадить нашу, это будет ясно чуть-чуть позже. Дизъюнкция. f уже без черты, ну и тоже на что-то там. Довольно очевидно, что при x равном 0 вот эта слагаемая исчезнет. Останется только вот эта. Точно так же очевидно, что при x равном 1 исчезнет вот эта слагаемая, ну, потому что здесь будет множество равных, и останется вот эта. Коллеги, вам вот эта вот конструкция ничего не напоминает? Когда мы представляем, ну, скажем, функцию как сумму нескольких, каждая из которых отвечает только за некоторую часть. Вот на что это похоже? Ну, и похоже ли это на что-нибудь знакомое вам? Или наоборот совсем не похоже? Посмотрите, пожалуйста, минуточку. Значит, при x равном 0 вот эта слагаемая исчезнет, останется только первая часть. При x равном 1, наоборот, исчезнет первая слагаемая, и останется только вторая. Ничего не напоминает из знакомого? Ну, да, Никита, вы правы в том смысле, что это действительно похоже на СДНФ, и забегая вперед, в пределе мы действительно получим СДНФ. Но в данном случае я имела введу немножко другое. Имела введу я вот что. Вспомните, пожалуйста, работу, ну, я не знаю, скажем, с вектором. Да? Мы с вами могли выбрать одну координату, ну, или координатную плоскость, или даже координатную гиперплоскость, и спроецировать туда рассматриваемый объект. Соответственно, мы при этом фиксировали некоторое соотношение на координатах. Вот здесь происходит что-то в таком же духе. Ведь вот это выражение оказывается фактически проекцией нашей исходной функции на их сравнение. Ну, давайте я напишу, что это будет некоторая функция H1. На самом деле можно даже… Сейчас, коллеги, я объясню, зачем вызвана моя заминка. На самом деле можно даже написать вот так. Можно не вводить сейчас дополнительное обозначение. Правильно написать, что это в точности проекция нашей функции на первой указе на ту равную ню. И аналогичным способом второе слагаемое – это будет фактически проекция нашей исходной функции на ситуацию х, равная единице. С другой стороны, посмотрите, пожалуйста, что произошло. Произошло то, что на самом деле мы уже много раз видели. То, что позволяет дефилицировать понятие количества аргументов функции и количество переменных, от которых она зависит. Да, вот здесь моя функция f, как была функцией н аргументов, она так и осталась. Но при этом теперь эта функция от n минус 1 перемен. И если мне захочется, я могу обозвать ее. Вот здесь появляется то самое H1. Назвать ее просто H1 от остальных переменных, от всех переменных, кроме той, которая у меня уже. И в точности так же я могу поработать вот с этим слагаемым и сказать, что это тоже какая-то новая координатная функция, зависящая уже от меньшего количества переменных. Собственно, вот такое вот представление. Представление в виде такой суммы, такой дизъюнции, все-таки сумма не очень корректно здесь говорит. Ага, да. Это и есть разложение Шеннона. Ну, какая от него польза, на самом деле, в достаточной степени должно быть понятно. Во-первых, подобного рода представление позволяет обобщать на булевые функции все то, что мы с вами знаем о проецировании. И во-вторых, подобного рода представление может оказываться при правильном выборе последовательности переменных. оказываться удобным, компактным, особенно если наша функция не симметрична с точки зрения перестановки переменных. Ну и кроме этого, кроме того, что это позволяет использовать аппарат представления и то, что это может оказываться удобным представлением, есть еще и такое соображение, что после того, как мы с вами сделали первый шаг, вообще-то ничто не мешает получившимся функциям h1 и h2 снова применить разложение Шеннона, ну и выцепить следующую перемену. Ну пусть это будет х2, хотя, естественно, последовательность может быть любой. Так вот, если мы с вами будем последовательно строить для всех дизъюнтов разложения Шеннона по всем возможным переменам, при деле, да, Никита, это, Рома, то, о чем говорили вы, при деле мы как раз получим с вами СДН. Давайте посмотрим, например, возьмем что-нибудь не очень душераздирающее, ну скажем. Что-нибудь вот такое. Вот давайте для этой функции мы построим все варианты разложения Шеннона. Вариант по х, вариант по у и вариант по z. Значит, ну давайте, давайте начнем. Давайте начнем. Значит, при этом, естественно, все, что вы знаете про разложение Шеннона, остается с вами. То есть, например, вот такого рода запись. Вот такого рода запись может быть использована. Значит, ну давайте смотреть. Разложение Шеннона по х. При х, равном 0, наша с вами функция оказывается тождественной единицей. Это свойство импликации. Соответственно, это означает, что первое дизъюнт моего разложения Шеннона будет выглядеть вот так. Что будет происходить при х, равном единице? Ну, при х, равном единице, при х, равном единице, функция превратится в вот эту слагаемую. Это абсолютно очевидно из соображения той записи, которая сделана. Соответственно, если пользоваться вот той записью, которая у меня выше, ситуация должна быть вот такой. х, значит, на у, з с чертой. Ну, давайте убедимся, что это действительно так. При х, равном 0, вот эта слагаемая исчезает. Вот эта, оказывается, равна единице. Это соответствует нашим требованиям. При х, равном единице, вот эта слагаемая исчезает. Я все время говорю слагаемая, да, конечно, все-таки точнее было бы говорить дизъюнт. Коллеги, прошу прощения. Значит, при х, равном единице, вот этот дизъюнт исчезает, а вот этот превращается, собственно, в у, з с чертой. Давайте посмотрим, как будет выглядеть разложение Шэмма, если я захочу вытаскивать переменную у. При у, равном 0, при у, равном 0, у нас с вами появляется, ну, вот если смотреть, например, сюда, появляется просто не х. При у, равном 1, при у, равном 1, при у, равном 1, наша функция превращается в не х или не z, или, если хотите, в х влечет не z. Да, здесь нужно обратить внимание на то, что форма представления H1 и H2 вообще никак не регламентируется, ну, по крайней мере, классическим разложением Шэмма. Да, здесь можно добавлять какие-то дополнительные требования. Например, если потребовать от H1 и H2, чтобы они представлялись в виде КНР, ДНР, да, прошу прощения, то раскрывая скобки, мы как раз будем получать ДНР. Но это, в общем, не обязательно. Это уже надстройки над разложением Шэмма. Ну и последний вариант, последний вариант для этой функции. Давайте построим разложение Шэмма по z. З. Ну что ж, при z, равном 0, при z, равном 0, моя функция превращается в не х или у, ну, или, если хотите, в х влечет у. Здесь совершенно не важно. При z, равном 1, мы получаем собственный не х. Вот такие три варианта разложения Шэммона для нашей функции разложения Шэммона первого уровня. Обратите внимание, коллеги, вот эта вот часть нашей исходной функции намекает на что-то вроде симметрии между y и z чертой. И в нашем разложении Шэммона эта симметрия очень хорошо прослеживается. Я надеюсь, достаточно хорошо видно, что вот эти два выражения практически идентичны с точностью до соответствующих перестановок. Ну, а вот переменная х-симметрия, с которой в нашей функции не наблюдается, она, конечно, сильно отличается. И если говорить о простоте, то, пожалуй, самым простым представлением в этом примере оказывается разложение Шэммона по z. Хорошо, хорошо. Коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы по поводу вот этой деятельности по проецированию функции на какие-нибудь перемены? Значит, мы с вами определили разложение Шэммона фактически в терминах проекций. Рассмотрели, к чему может привести такое последовательное проецирование, если последовательно выстраивать проекции на все переменные. Ну и посмотрели на какой-то несложный пример. Продолжение следует... Так, коллеги. У нас что-то со звуком случилось или вообще со стримом? Так, все слышно. Так, и видно. Так, ну хорошо. Давайте тогда разбираться. Значит, да, Анастасия, я вижу, технически все хорошо, значит, не технически что-то не в порядке. Давайте тогда разбираться. Так, ну, коллеги, мой опыт говорит, что когда повисает зловещая тишина, это означает, что есть какие-то вопросы. Давайте, значит, попытаемся понять, что происходит. Значит, вот была функция. Функция от N переменных. Функция Булева. Что произошло? Я выбрала одну переменную. Ну вот здесь, когда я писала общий вид, я выбрала первую переменную, хотя вообще-то могу выбрать любую. Не обязательно выбирать их в том порядке, в котором они записаны. Так, ну вот здесь, да, пожалуй, я... Коллеги, обратите внимание, я здесь потеряла единички. Естественно, они должны были тут быть. Прошу прощения. Добавьте их, пожалуйста, туда. Значит, и я разбила свою функцию f в дизъюнцию двух слагаемых вот такого вида. Не x1 на значение функции f при первой координате равной нулю, если угодно, при проекции f на первую координату равную нулю. И, соответственно, в дополнение проекция на первую координату равна единице. Так, Никита, сейчас я попробую понять, что вы имеете в виду. Правильно ли я вас понимаю, что вопрос переформулируется так. Так, верно ли, что вот эта вот выбранная координата, ну, может быть, любой? Или вы что-то другое имеете в виду? Да, первая координата может быть любой. Ну, вот, собственно, здесь в примере я выбирала в качестве первой все три координаты по очереди. Так, значит, давайте попробуем вернуться вот сюда. Соответственно, вот здесь, окей, может быть, имеет смысл написать для произвольной переменной. Значит, f от x1 и так далее, xn может быть представлено в виде x и t с чертой на f от x1 и так далее, x и минус 1, 0, x и плюс, прошу прощения, плюс 1 и так далее, xn. И, соответственно, дизъюнкция с x и t уже без черты на f от x1 и так далее, x и минус 1, единичка, x и плюс 1 и так далее, xn. Значит, еще раз, что здесь происходит? Я выбираю переменную, ну, пусть первую или пусть и ту, как здесь. Эта переменная может вести себя, она же булева, всего двумя способами. Либо как 0, либо как единица. Если она ведет себя как 0, то моя функция ведет себя вот так вот. Если x и t равна единице, то функция ведет себя вот так вот. Вот у меня вместо выбранной переменной и, давайте я ее подчеркну, подставляется значение 0 или значение единицы соответственно. Остальные как были переменными, так переменными и оставили. Но мне же нужно как-то сделать так, чтобы при подстановке значения 0 или единицы вместо x и t у меня выбирался ровный нужный дизъюнк. И это обеспечивается вот как раз при помощи второго множителя x и t с чертой или просто x и t. Если я подставлю x и t с чертой, равное 0, вот этот множитель будет равен 0, а значит 0 будет равен весь второй дизъюнк. x и t с чертой. При x и t равном 0 обратиться в единицу, соответственно, будет единичку умножить вот на f ровно на то f, которое мне надо. И наоборот, если я подставлю x и t равное единичке, вот этот множитель отрицания в единице станет нулем, а стало быть нулем станет все вот это произведение. А здесь множитель первый превратится в единичку, а здесь останется ровно нужная проекция f. Так, коллеги, вот это понятно? Понятно, почему такое разбиение существует, ну и устроено ровно таким образом? Или все равно непонятно? Так, это понятно, замечательно. Дальше я говорила о том, что вот эти вот две функции, ну давайте я снова вернусь вот сюда, эти функции зависят уже не от n переменных, а от n минус 1, я прошу прощения, от n минус 1. Вот здесь первая переменная исчезла, вместо нее теперь константы, остались остальные переменные. Поэтому вот эти вот проекции я с тем же успехом могу считать функциями от меньшего количества переменных. Меньшего не в двунушку. Понятно ли это? Одна переменная превратилась в константу, остальные, как были переменными, так и остались. Так, хорошо, хорошо. Следующий шаг. Значит, дальше я говорила о том, что в принципе мне ничто не мешает взять вот это h и снова применить разложение Шеннона по какой-нибудь другой перемене, ну, например, 3x2. И если по очереди вытаскивать вот так все переменные, то в итоге у меня получится sdmf. Ну, примеры на это я не разбирала, может быть, разберем там чуть попозже. Но сама по себе конструкция очень простая. Для каждой функции я могу сделать разложение Шеннона по какой-то переменной. Каждая следующая вот эта вот проекция будет зависеть от меньшего количества переменных. Соответственно, рано или поздно переменные просто закончатся. Понятно ли это? Так, Мария, вижу. Это тоже понятно, Никита, хорошо. Хорошо. Дальше, собственно, пример, который я разбирала. Ну, давайте еще раз на него посмотрим. Вот это была исходная функция. Вот она. Вот я ее представила таким образом. Это просто свойство импликации. Помните, у нас было такое тождество, что если а влечет в б, это то же самое, что дизъюнкция не а или в б. Помните такое тождество? Конечно. Отлично. Вот сейчас, представляя мою функцию при помощи разложения Шеннона, я буду пользоваться то записью с импликацией, то записью с дизъюнкцией. Как мне покажется удобнее, так и будет. Итак, сначала я хочу сделать разложение Шеннона по х, по первой переговоре. Я совершенно точно знаю, что это разложение должно иметь вот такой вид, вот как вот здесь, да? Х умножить на что-то или… Х чертой, да, умножить на что-то. Или просто х тоже умножить на что-то. Осталось определить, чему равно вот это что-то. Здесь, в общем-то, написано, чему. Да? Значит, не х должен умножаться на f от 0, y, z. Ну, если я подставлю… Если я подставлю вот сюда 0, то у меня получится, что 0 влечет за собой y, z с чертой. Ну, мы знаем, чему это равно. Это равно единице. Если у импликации ложная посылка, то импликация равно 1. Соответственно, это означает, что вот эта проекция, проекция моей функции на х равной 0. Это единичка. Вот это здесь и написано. Это понятно? Мария, я вижу, Никита, хорошо. Ну, вы, естественно, понимаете, что будет дальше. Вот эта конструкция. Х у меня должен умножаться на f от единички y, z. Ну, давайте я эту единичку подставлю, например, вот сюда. Вот для разнообразия. И у меня получится, что х должен умножаться на отрицание единицы или y, z с чертой. Отрицание единицы – это 0, y, z с чертой осталось. Вот это проекция f на х, равная единичке. Понятно ли это? Так, отлично. Значит, ну, за Марию и Никиту я спокойно. Значит, что происходит у остальных, мне как-то не ясно. Так, ну, хорошо. Хорошо. Значит, коллеги, ну, можно я не буду так же подробно проговаривать, что происходило вот здесь? Да, здесь происходило ровно то же самое, только переменные забирались другие. Могу подробно не разбирать? Теперь все понятно. Отлично. Ну, коллеги, да, может быть, так сказать, записывая первый раз, я слишком быстро проскочила вот эти вот моменты подстановки. Ну, коли так, прошу прощения. Хорошо, хорошо. Значит, тогда давайте чуть-чуть, буквально на одном примерчике вы упражняетесь. Я сейчас напишу на доске функцию и попрошу вас тоже написать для нее разложение Шеммана первого уровня. Продолжать эту историю сейчас не нужно. По всем трем переменам. Интересно, что у меня случилось с 83-й, потому что в некоторый момент там появилось несколько человек, а потом что-то, видимо, с сетью случилось. Вот я вижу Василия, вижу Александру, вот, а там еще пара человек, которые потянулась позже, потом куда-то отвалилась. Ну, технические моменты у нас, конечно, разные бывают, особенно если какие-нибудь сюрпризы случились. Значит, давайте поупражняемся на чем-нибудь в меру омерзительном. Ну, например, вот так вот. Вот на такой вот. Значит, соответственно, пожалуйста, постройся для этой функции тоже разложение Шеммана по х, у, и з. Я сделаю пока заготовки под ответы. Да, и на всякий случай, естественно… О, да, точно, Анастасия, вас я тоже вижу. Да, да, я об этом упомянула, что в этот раз я не стала писать, ну, просто забыла, честно говоря, написать отдельное объявление о том, что мы пока что остаемся в зуме, и завтра тоже, наверное, мне стоит написать поэтому подобное объявление. Ну, это да, это, конечно, мой недочет, и я прошу прощения за него. Так, значит, Никита построил разложение по… Так, сейчас, секундочку, я пока… А, всё, так, нет, я могу это прочитать, я не зря вас попыталась упрекнуть. Ну, хотя, конечно, да, со скобками здесь в каком-то смысле беда. Да, да, Никит, вы правы с точностью до расстановки скобок. Так, всё-таки, вы помните, у конъюнкции в этом смысле приоритет. Да, да, вот так. Так это гораздо более легко читаемо. Тут я, конечно, с вами полностью согласна. Значит, да, если мы имеем z равный нулю, то получается вот та запись, которая находится у вас. Хотя, опять-таки, да, вот если бы соответствующее решение писала я, я бы, конечно, воспользовалась вот этой конструкцией с тем, чтобы несколько упростить запись. Это не значит, что ваша запись неверная. Нет, судя по тому, что я прочитала, она верная. И поскольку формальных ограничений на проекции нет, то там, если бы я, скажем, оценивала это решение, вы получили бы за него полный балл. Но при этом, если бы, соответственно, ещё выкладку писала я, то я бы, конечно, сэкономила. Естественно, при x равном нулю… О, z, прошу прощения. При z равном нулю получилось бы вот так, чуточку покороче. Ну, а при z равном нулю единичке получилось бы вот так. Что да, что не отменяет того факта, что в терминах чистой подстановки вы написали ровно то, что должно получиться. Прекрасно, прекрасно. Ну, осталось подёргать за остальные две переменные. Здесь, как видите, довольно забавная конструкция, потому что видимой симметрии никакой нет. Но при этом у второго слагаемого явно взаимозаменяемый x и z, а у первого явно взаимозаменяемого даже не слагаемого посылки импликаций взаимозаменяемый x и z. Но это может оказаться довольно любопытным. Вот. Ну и, скажем так, если бы мы с вами строили предположение, какое разложение Шеннона окажется наиболее компактным, то я бы, конечно, ставила на разложение Шеннона по x. Ну, ровно потому, что x у нас встречается в обоих блоках. Значит, по z Никита построил. Я согласна с его ответом. Значит, ну, если появятся вопросы, разумеется, задавайте. Ну, а если нет, то вот еще два разложения Шеннона по y и по x нас с вами ожидают. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . . Спасибо. . 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 Ну, вот, из серии имейте ввиду, что бывает такая штука, польза от нее вот такая. А могу ли я стирать с доски то, что сейчас на ней написано? Угу, Мария, вижу. Хорошо. Хорошо. Значит, и, собственно, вторая часть окончания ликбеза, посвященного Гуревым пунктам, это разговор о бинарных диаграммах решений. Хорошо. 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 Feyо. Еслиб. на мы немножко перезакрепили нас доску теперь она не падает ну по крайней мере пока не падает это конечно очень приятно итак бинарные диаграммы решений бинарные диаграммы решений но они же мбдр я думаю что я буду произносить бдр естественно вы тоже можете говорить и писать прямо так что это представление чем-то вроде чем-то вроде графа я поясню в каком смысле вроде ну и заодно какая какая это может быть давайте возьмем пример давайте возьмем что-нибудь простое понятно ну например импликацию часто я привожу ее в пример в основном потому что она единственная никоим образом не симметричная штука а вызывать ощущение ложной симметрии мне бы конечно не хотелось давайте мы как-нибудь упорядочим перемен ну упорядочить их можно как угодно давайте например я упорядочил естественно для лексикографической минусы x и y и z соответственно первая переменная которую я буду рассматривать это будет переменная x для этой переменной возможно два варианта поведения 0 и 1 давайте мы с вами договоримся что я буду пунктирной стрелкой обозначать поведение 0 и сплошной стрелкой обозначать поведение единица да я хотела может быть мне было бы чуточку удобнее обозначать это цветными стрелками но поскольку за счет переменного освещенности иногда то что у меня красное или зеленое у вас оказывается черным давайте вот я буду различать их штрихом соответственно что будет если моя переменная будет вести себя как 0 что будет если она станет вести себя как единица на самом деле коллеги вот этот переход он должен вам до боли напомнить то что мы только что делали ведь понятно что если моя переменная x повела себя как 0 то на этой ветке моя функция будет вести себя как f от 0 yz и точно так же если моя функция повела себя как единица моя переменная x повела себя как единица то на этой ветке моя функция поведет себя как f от 1 yz то есть вот эти вот две штуки разложения шеннона и бинарные диаграммы решений они довольно сильно взаимосвят ну конкретно здесь поскольку функция простая то поведение вот на этой ветке понятно какое при ложной посылке моя импликация обращается в ноль соответственно дальше можно написать при проходе по x равному единице мне нужно выбрать следующую перемену ну давайте я буду придерживаться того порядка который завела для переменной y тоже возможны два варианта как 0 и как единица при y равном нулю я оказываюсь в ситуации когда у меня истинная посылка и ложный был в этой ситуации я написала глупость коллеги обратите пожалуйста внимание да вот я здесь написала ерунду потому что при ложной посылке импликации естественно равна единице если вы скопировали эту ерунду не задумываясь исправьте ее пожалуйста это вместо того что написать значение функции я написала значение это нехорошая ошибка с моей стороны вот я исправила если вы ее тоже сделали исправьте ее пожалуйста да вот собственно никита вы как раз написали то самое о чем я тоже сказала спасибо что заметили значит да да разумеется вы правы не права в этом месте была я конечно единичка так коллеги все исправили все поняли почему здесь была ошибка и привели ее в нормальное состояние нет-нет-нет-нет василий со стрелочками все в порядке стрелочка это поведение переменной вот вот этот вот пунктир идущий из вершины x означает что мы рассматриваем варианты x равного нулю это не значение функции и не поведение на этой ветви это поведение вершины из которой стрелочка выходит давайте может быть я тогда здесь немножко исправлю описание значит x и т пунктир это x и т равное нулю x и т сплошная это x и т равно единице значит btr значение да просили на самом деле ваше замечание тоже по делу из той записи которые у меня сделаны здесь действительно можно было бы сделать вывод что речь идет о значении функция ну вот я переписала эту табличку думаю что так должно быть более понятно да да никита вы совершенно правы вот здесь вот у нас x равен единице и y равен ну соответственно вот это поведение это поведение при проецировании на я бы могла сказать сетку да потому что это все-таки не плоскость у нас все дискретно на сетку 1 0 z а здесь раз уж вы об этом спросили проекция на сетку 1 1 z здесь мне придется привесить третью и последнюю переменную ну вот в том порядке в котором она устроена соответственно для z тоже естественно есть два варианта поведения при z равном нулю мы получаем истинную посылку ложный вывод значение 0 при z равном единичке мы получаем истинную посылку истинный вывод истинную импликацию значит коллеги посмотрите пожалуйста давайте уж я заодно допишу да это 1 1 0 ну и соответственно f от трех единичек посмотрите пожалуйста понятно ли как сконструирована это диаграмма посмотрите пожалуйста не ошибусь ли я снова где-нибудь видите что то у меня сегодня огромное количество каких-то мелких блох выскакивает вот поэтому я прошу вас да меня подстраховать хорошо хорошо вроде бы ошибок нет сейчас вот эти вот пометки вот эти вот пометки про функции я сейчас на самом деле естественно в диаграмме находится только сами значения это были пояснения для того чтобы мы с вами поняли как эта штука конструироваться вот так вот значит а теперь коллеги смотрите это диаграмма она конечно с одной стороны там относительно компактная да вот эта ветка скажем оказалась простой с другой стороны ее можно еще немножко упростить для упрощения бинарных диаграмм решений применяются два приема первый прием называется сжатие а второй прием называется сокращение сейчас объясню что это такое а сейчас объясню что это такое значит объясню я это сейчас вот таким способом что такое сжатие представьте себе пожалуйста что у меня есть бинарная диаграмма решений в которой есть две одинаковые ветви ну например там неважно и возможно мы то есть вы если вы посмотрите на картинку которую вы Я надеюсь, должно быть видно, что вот эти две поддиаграммы, вот эти два кусочка, они абсолютно одинаковые. И сжатие означает, что мы с вами склеим эти две одинаковых, два одинаковых подграфа. Ну, как это будет выглядеть? Теперь у меня из икса обе стрелочки, и пунктирная, и сплошная будут вести в один и тот же, в один и тот же вот, вот сюда. Вот сжатие – это склейка одинаковых поддеревьев. Надо честно отметить, коллеги, что здесь требуется соблюдать некоторую разумность. Понятно, что поскольку в качестве листьев в наших деревьях могут выступать либо только нули, либо только нули, то в принципе ничто нам не мешает склеить все листики вида ноль в один узел, и все листики типа один в другой узел. Иногда это даже может быть оправданно, если диаграмма достаточно простая, вот вроде той, которая здесь, это может иметь смысл. Но если диаграмма развесистая, то склеивание всех листьев, оно портит удобочитаемость. Поэтому при таких, такого рода структурных преобразованиях нужно соблюдать некого разумность. И вторая часть, второй способ упрощения бинарных диаграмм решений – это сокращение. Посмотрите, пожалуйста, вот на ту бинарную диаграмму, которую у меня получилось. Значит, у меня есть узел Х, из которого обе стрелки, и пунктирная, и сплошная, ведут в одну и ту же точку. Значит, что это означает? Это означает, что на самом деле от поведения узла Х здесь ничего не зависит. Вне зависимости от того, что происходит в Х, дальше мы идем вот сюда. Соответственно, это означает, что этот узел можно из диаграммы просто выкинуть. И вот это вот преобразование называется сокращение. Сокращение – это выбрасывание из диаграммы узлов, поведение в которых ни на что не влияет. При этом понятно, ну вот здесь у меня был такой фрагмент диаграммы. Понятно, что если бы вновь Х что-нибудь ввело, вот давайте я эту стрелочку сделаю, то теперь эта же синяя стрелочка будет ввести в следующий по диаграмме узел. Просто выберем. Итак, два способа уменьшить бинарную диаграмму решений. Сужение, опыта, сжатие, прошу прощения, сжатие и сокращение. Сжатие – это склейка из анорфных одинаковых подграфов. И сокращение – это выбрасывание узлов, в которых происходит ложное ветвление. Замечательно. Значит, коллеги, понятно ли то, что здесь случилось? Отлично, отлично. Тогда, коллеги, я хотела бы привлечь ваше внимание вот к чему. Помните, я вот здесь что-то сказала про то, что мы давайте упорядочим переменных. Напрашивается мысль о том, что от порядка переменных зависит, насколько простая в итоге получится бинарная диаграмма решений. И это правда. Давайте я вот сейчас где-нибудь в уголочке перерисую вот эту вот диаграмму. Она у меня, видите, такая размашистая. Отлично. Значит, из х пунктир ведет в единичку, сплошная стрелка ведет в у, из у пунктир ведет в ноль, сплошная ведет в z, ну и из z тоже пунктир ведет в ноль, а сплошная ведет в единичку. Значит, вот это бинарная диаграмма для порядка x, y, z для вот такой импликации. И давайте мы теперь посмотрим, а какой будет бинарная диаграмма решений, если мы упорядочим переменные по-другому. Ну, например, y, x, z. И смотрим, так сделаем. Окей. Значит, если у нас есть y. При y равном нулю и при y равном единице, значит, при y равном нулю я попадаю в x, влечет ноль. Соответственно, следующая переменная у меня x. При x равном нулю я получу единичку, при x равном единице я получу ноль. Проверяйте, пожалуйста, коллеги, что я вот здесь нигде не ошибаюсь. При y равном единице, Следующая моя переменная тоже x. Давайте я, может быть, буду снова подписываться, как в прошлый раз. Здесь мы попали в x, ноль, z. Ну, а здесь, соответственно, x, один, z. Значит, переменная x тоже может вести себя двумя способами. При x равном нулю и при x равном единице поведение все равно будет зависеть от z. Значит, при z равном нулю единичка из нуля следует ноль. При z равном единице – ноль. Из нуля следует единица. При x равном единице и z равном нулю – ноль. Из единицы следует ноль. Ну, и набор из трех единиц. Вот. Сейчас проверьте, пожалуйста, что я нигде не ошиблась. Нигде случайно не перепутала нолик. с единичкой. Ага, перепутала. Действительно, при x равном нулю от z ничего не зависит. У меня получается импликация которой посылка ложная. Поэтому я должна была бы здесь написать единицу, да, совершенно верно. А после этого могла бы применить сначала сжатие, да, две ветки ведут бы одно и то же под дерево, и можно было бы заменить его одной. А после этого применить сокращение и выбросить в узел z. Ну, или вариант второй. Могла ничего этого не делать. Могла, Никита, совершенно верно, сразу воспользоваться тем, что я же знаю, что у меня при ложной посылке импликация истина. Да, совершенно верно. Вы абсолютно правы. Так, исправили. Еще какие-нибудь недочеты? Теперь все верно. Отлично, отлично. Значит, ну тогда, коллеги, я хотела бы привлечь ваше внимание вот к чему. Во-первых, вот эта бинарная диаграмма, ну, как бы ее, собственно, единственное, что можно было бы сделать, да, это объединить все листья типа 0 и объединить все листья типа единичка. Ну, я не очень люблю это объединение листьев, вернее, сжатие нужных, именно потому, что оно усложняет чтение диаграммы. Кстати, да, коллеги, может быть момент, который тоже нужно почерпать, что изначально бинарная диаграмма решения – это прям дерево, но в процессе преобразований оно вообще-то может деревом быть перестать. И второй момент. Посмотрите, пожалуйста, да, вот у нас с вами сохранилась бинарная диаграмма для порядка переменных x, y, z, и вот бинарная диаграмма для порядка y, x, z. Уже здесь должно быть заметно, что диаграммы, конечно, получились разными по сложности. Здесь первый переход, первая ветвь была длины 1, здесь длины 2, ну, правая ветвь оказалась устроена более-менее одинаково с точностью до конкретных значений. Три этажа, последний с бинарным измерением, и здесь еще одно отцепление в сторону. То есть даже вот на этом примере уже заметно, что от порядка непеременных простота бинарной диаграммы решений, конечно же, зависит. Ну, давайте для чистоты эксперимента посмотрим, что будет, если мы рассмотрим последний из возможных вариантов порядка y, z, x. Понятно, что он последний не глобально, глобально порядков 6, да, три способа выбрать первую переменную, два способа выбрать вторую. Но при этом понятно, что y и z можно менять местами сколько угодно, да, они, относительно них, наша функция симметрична. Поэтому истинных порядков различных не 6, а только 3. Вот первый x, y, z, вот второй y, x, z, ну, и вот третий, последний y, z, x. Так, ну, давайте я вас… Да, да, Никит, это ровно то, о чем вы говорили, в смысле, ровно то, о чем я говорила, что y и z ведут себя одинаково, да, они не то чтобы совпадают, но поведение у них действительно одинаковое. Поэтому нам важно, идут они подряд или не подряд, но кроме этого они могут идти подряд в начале или в конце, да, не подряд они могут идти ровно одним способом, мы с посередине. Так что, да, вы совершенно правы. Ну, вот давайте посмотрим, что станет с нашей диаграммой, если мы выберем вот последний вариант порядка. Значит, сначала, все понятно, y и два разных варианта. Следующая переменная x, z, прошу прощения, да, z по одному y ничего не поймешь. Значит, если z равен 1, давайте я сейчас начну с неожиданной стороны, вот здесь. Да, если z равен 1, то мы получаем истинный вывод, и этот истинный вывод следует из чего угодно. Если мы берем z равен 0, то продолжение зависит от x, ну и здесь. Если мы берем z равен 0, то у нас получается поведение тоже зависит от x, ну и если берем z равен 1, собственно, тоже. Что будет происходить с точки зрения ветвления по x? Значит, на этой ветке при x равен 0 мы получим 1, при x равен 1 мы должны получить, кажется, 0. На второй ветке, ну, собственно, при x равен 0 у нас всегда будет 1, это мы хорошо знаем. При x равен 1, а, собственно, тоже истинный, тоже 0. Ну и последний вариант x, а вот он у меня справа, я надеюсь, что его можно будет почитать. Значит, при x равен 0 у нас единичка, и при x равен 1 снова. Ну, значит, коллеги, проверьте, пожалуйста, что я нигде не ошиблась, что несокращенная диаграмма, да, мы пока что ее так, ну, сокращили ровно в одном месте, там, где это было совсем очевидно. Что несокращенная диаграмма выглядит ровно так. Посмотрите, нигде сейчас не ошиблась со значениями. Все как надо. Все так, отлично. А вот здесь, наконец-то, должно стать существенно видно, какая польза может быть от сжатия и сокращения. Посмотрите, пожалуйста, вот на эти три поддерева, вот эти. Вот одно, вот второе, и вот третье. Они одинаковые, правда? Это вершина х, из которой в единичку ведет пунктивная стрелка, то есть отвечающая за х, равную 0, и в 0 ведет сплошная стрелка. Это значит, что вот здесь выгодно выполнить сжатие, вот это вот, заменить эти три поддерева на одно. Значит, коллеги, я сейчас это нарисую здесь красным маркером. Ну а дальше, если все будет понятно, то я сотру лишнее. Значит, вот эту пунктивную стрелку я переадресую вот сюда. И вот эту пунктивную стрелку я тоже переадресую вот сюда. Понятно, почему я могу так сделать? Угу, Мария, вижу, отлично, Никита. Вот сейчас я сотру вот эти два блока, ну потому что они у меня заменены. Итак, сжатие выполнено. Давайте посмотрим, а как насчет сокращения. Можно ли здесь выполнить еще и сокращение? Смотрите, пожалуйста. Конечно, конечно. Да, 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 Никита, вы абсолютно правы. Вот здесь у нас прямо та самая ситуация, которую я сохранила на левой части доски. От поведения узла Z с левой стороны не зависит ничего. Это значит, что вот эту вот стрелку из Y я могу пустить сразу Z. Вот я сделала ее синей, так же, как это было здесь. И теперь я могу выбросить в рассмотрение узел Z. Могу? Могу выбросить узел Z из моей картинки? Могу, сильно могучая я. Так, коллеги, с Никитой я все понимаю. Как все остальные, понимают, что происходит? Так, Мария, вижу. Так, Анастасия, Василия, прекрасно. Хорошо. Ну, собственно, вот наша с вами, и если мы нигде не ошиблись, сейчас мы это проверим, итоговая диаграмма для последовательности переменных Y, Z, X. Ну, оказывается ли вот эта диаграмма проще, чем вот эта, это вопрос даже не философский, это вопрос скорее эстетский. На мой взгляд, все-таки нет. Вот на мой взгляд, все-таки возможность из корня сразу прийти в константу, это все-таки проще, чем вот то, что произошло здесь. Но, тем не менее, то, что эти три диаграммы в итоге оказались довольно существенно разными, понять все-таки можно, уже даже вот на этом довольно простом примере. И вот здесь, опять-таки, хорошо видно, что наша с вами бинарная диаграмма решений в ходе преобразований перестала быть деревом. Да, с точки зрения ориентированной цикл тут, конечно, не появился, да и не мог, откуда бы ему. Но если рассматривать граф как неориентированный, то вот структура дерева здесь, конечно, утрачена. Ну, и опять-таки, коллеги, я еще раз напомню, что мы оставляем за рамками вопрос о том, склеивать листочки или нет. Иногда, ну, то есть формально это можно делать всегда. Да, другое дело, что иногда это сильно усложнит удобно читаемость схемы, а иногда не очень. Ну, вот я предлагаю вам в этом месте ориентироваться, так сказать, на собственное, на собственную легкость чтения соответствующей схемы. Да, вот конкретно здесь, например, читаемость испортилась бы не сильно. Все, что изменилось бы, это вот эта пунктирная стрелка вела бы не в лист, а вот сюда. Здесь мне пришлось бы слепить вот эти два нуля и вот эти две единицы, но на самом деле тоже не очень будет. Ну, а здесь пришлось бы слепить вот эти три единички и вот эти два нуля. Здесь, пожалуй, уже это могло бы быть не очень удобно. Это связано с тем, что пришлось бы немножко помучиться с тем, чтобы… Хотя, ну, немножко, да, не сильно. Пришлось бы помучиться с тем, чтобы ребра не пересекались нигде, кроме вершин. Никакого формального запрета на пересечении ребра опять-таки нет, но, как показывает практика, это довольно сильно осложняет удобно читаемость. Прекрасно. Так, ну что ж, коллеги, вот мы с вами посмотрели еще на две формы представления булевой функции. Одна из них позволяет применить к ним все, что мы знаем о проецировании, разложении Шаймана, а другая, бинарная диаграмма решения, на самом деле позволяет напустить на булевую функцию практически все, что мы так или иначе знаем с точки зрения теории графа. Ну, и это, конечно, приятно, полезно, а часто еще и эффективно. Значит, коллеги, в качестве домашнего задания я хотела бы, чтобы вы взяли какую-нибудь функцию. Можете, собственно, взять функцию своего EDZ, да, там у вас, как раз, была эта функция двух переменных, и построить для нее три разложения Шаймана и все возможные различные, да, бинарные диаграммы решения. Вот здесь, например, их оказалось три. Ну, мы уже понимали, что максимум их может быть шесть, ну, а если вдруг нам сильно повезет, то их может оказаться меньше. Окей. Значит, коллеги, есть ли какие-нибудь вопросы, которые вы хотели бы задать мне сейчас? Так, вроде бы вопросов нет. Хорошо, хорошо. Значит, тогда с меня, во-первых, сегодня письмо про то, что завтра мы работаем в Zoom, да, я еще раз прошу прощения, я действительно не написала это письмо по поводу сегодня, и это мой недочет. Значит, и второе, это я тоже об этом напишу, но в целом это относится к 73-й группе. Значит, коллеги, мы с вами завтра должны начинать в 13.05, но мне завтра, к сожалению, около трех надо из дома выйти. Мы можем с вами начать на, ну, хотя бы на 15 минут пораньше, не в 13.45, а в 13.30. Можем мы с вами завтра начать? Так, да, Анастасия, хорошо. Да, я упоминала про второе ДЗ, оно будет скоро. Скоро, это значит, что если все будет так, как я планирую, то к концу этой недели может быть раньше. Может быть раньше. Значит, там есть некоторые нюансы, которые пока еще до конца не доделаны, но, в общем, к концу недели я, скорее всего, управляюсь. Значит, второе ДЗ, надо сказать, что оно обладает следующими свойствами. С одной стороны, оно меньше, чем предыдущее, да, оно чисто по количеству заданий меньше. С другой стороны, оно довольно, условно говоря, по паре заданий и с каждой секцией, которую мы с вами будем далее рассматривать. Поэтому это второе ДЗ, ну, оно будет уже практически до конца этого семейства. Ну, вот как раз с тем, что я его немножко обрабатываю напильником сейчас, связано то, что пока оно не опубликовано. Ну, не переживайте. Как всегда, со сроками все будет в соответствии с реальными, реальной нашей скоростью прохождения, а вот не с прогнозами. Так, да, Анастасия, хорошо. Скорее, что-нибудь еще хотели бы вы у меня сейчас спросить? Ну, если вопросов ко мне у вас больше нет, то давайте для завершения эфира я все-таки покажу вам картинку. Надо честно признать, что сегодня у меня есть картинка, которая слишком хорошо соответствует действительности. Я бы предпочла, чтобы это было больше шуткой и меньше правдой, но, тем не менее, лично у меня сегодня так. Надеюсь, что у вас все-таки полегче. Ну, вот такая вот история про то, как происходят наши с вами труды. И мы с вами, с обеими группами, и с 83-й и 73-й встречаемся завтра в раннесогласованное время. Спасибо. Как всегда, особое спасибо тем, кто был виден в чате. Вы, как всегда, выше всяких похвал. И я вам очень-очень признаю. Всего доброго. До завтра. Пока.